Рыболовы С момента создания нашей компании, рыболовы просили нас изготовить перезаряжаемый налобный фонарь с USB разъемом. И почти все это время мы уклончиво отвечали, что работаем над созданием нечто похожего. И теперь я с особой радостью заявляю о том, что наши налобные фонари полностью готовы к выходу на рынок. А вот и сам фонарь. Я использую этот фонарь начиная с лета. Всю эту зиму я также работал новым фонарем на водоемах с высокой плотностью карпа, и он меня ни разу не подвел. В этом видео мы ознакомимся с четырьмя главными характеристиками этого налобного фонаря. Если вам будет необходимо больше информации, например, о времени автономной работы аккумулятора или мощности света, то приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Перейдите в раздел «Новости» и там вы найдете все, о чем хотели бы узнать. А теперь настало время подробно ознакомиться с четырьмя основными характеристиками нового фонаря. Первой важной характеристикой фонаря является степень защиты IP64 от попадания влаги и пыли. Мы тесно сотрудничали с командой первоклассных дизайнеров над созданием герметичной изоляции внутри и снаружи фонаря. А это значит, что вы смело можете пользоваться фонарем в проливной дождь, в град и в снег. Одним словом, в любых условиях. И вам не придется волноваться о том, что вода проникнет внутрь и повредит схему. Одним из основных недостатков, представленных сегодня на рынке фонарей, является тот факт, что вы не можете надеть их на голову вверх ногами, когда в кромешной темноте вы судорожно пытаетесь надеть себе на голову фонарь, параллельно вываживая рыбу. Это является существенным недостатком дизайна фонаря. Однако, при разработке корпуса фонаря VRH300 мы учли эту проблему, поэтому он имеет двойную ориентацию. Это значит, что наш фонарь имеет кнопку включения с обеих сторон и возможность вращения на 90 градусов при 18 позициях угла наклона. Таким образом, не имеет никакого значения, какой стороной вы надели фонарик себе на голову. Вы вращаете фонарь одной рукой и настраиваете его простым нажатием на кнопку, которая расположена на том же месте с обеих сторон. При этом другая рука может спокойно вываживать рыбу. Третьей важной особенностью, которая во многом напоминает наши кемпинговые фонари BVLi Duo, является возможность зарядки через USB. Теперь вам не придется тратить деньги на покупку батареек и суматошно рыться в сумке со снастями в темноте в поисках батарей. К тому же вы избавите себя от риска протечки алкалиновых батарей внутри налобного фонаря, что может его полностью испортить. Фонарь может заряжаться от любого источника с USB-разъемом. У каждого из нас сегодня имеется портативный аккумулятор для зарядки мобильных телефонов и планшетов. Фонарь также можно зарядить от обычной розетки с помощью телефонного адаптера или от ноутбука, а также от нашего уникального портативного аккумулятора Ridge Monkey Volt. Спереди фонарь оснащен четырехзвенным LED-дисплеем, который управляется небольшой кнопкой сбоку. Каждый дисплей эквивалентен примерно 25% заряда аккумулятора, поэтому теперь вы имеете представление о заряде фонаря и знаете, когда вам нужно поставить его на подзарядку. Последней, но не менее важной особенностью является тот факт, что два из пяти режимов фонаря VRH300 характеризуются зеленым светом. Человеческий глаз гораздо более восприимчив к зеленому свету, нежели к красному. Проще говоря, вы лучше видите при зеленом свете, чем при красном. Зеленый свет, как, впрочем, и красный, не сильно нарушает вашу способность к ночному видению. Однако при зеленом свете вы можете разглядеть гораздо больше деталей, чем при красном. При этом зеленый диод потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с красным. Поэтому заряда аккумулятора хватает на более длительный срок. К тому же сам по себе зеленый свет гораздо приятнее красного. Итак, это были основные характеристики нового налобного фонаря VRH300, имеющего невероятно удобную возможность перезарядки от USB разъема. Мы надеемся начать продажи фонарей в середине или ближе к концу весны. Спрашивайте налобные фонари Ришманки у официального представителя компании CarbTime и ее региональных партнеров.